Два... Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет обзор новых приобретений с моего любимого сайта Гипюр. Да, я уже готовлюсь к весне, и у меня много весенних покупочек. Например, вот одна из весенних покупочек, это такая кофточка, в которой сегодня я буду вам вещать. Она очень красивая, кстати, вот это очень-очень сейчас тренд. Все волосатое, я помню, что когда-то оно было модным, и мода возвращается, мне очень понравилось, и я даже заказала такое еще и платьице. Оно немножко разного качества, это более такое, знаете, ворсистое, теплое, а платье оно такое более легкое, и эти ворсинки такие вообще отдельно друг от друга, оно прям вообще легкое, чуть ли не прозрачное платье. Но мне очень понравился этот цвет, и еще у меня под этот цвет оказался прям, представляете, лифчик в тон в тон, идеально. В этой кофточке мне нравится, что она немного такая укороченная, то есть на талии, да, такой манжетик. Здесь у нас такой вырез регулируемый, то есть если мы одеваем с пушапом лиф, то очень красиво может подчеркнуть грудь. Также мы можем это все дело вот так просто убрать и ничего не видеть, но мне вот немножко так. Очень красивый, сочный цвет, я прям в восторге! Итак, поехали дальше. Давайте я же вам сразу покажу платье, которое ворсистое, о котором говорила. Очень красивый цвет, невероятно крутые рукава, я обожаю широкие рукава, особенно если они еще здесь подобраны, и такой, знаете, валан прям получается, мне кажется, это как-то, знаете, как лебедь, ей-богу. Потом здесь такой прямой вырез идет, то есть можно спустить на плечико, можно просто вот так даже на плечи, оно немного тянется, его можно носить как под грудь поднять, так немножечко опустить. В общем, ткань здесь немножечко другая, она, видите, легкая и прозрачная, видно мою руку. Да, и платье классное, с подвязками, пояс такой, с одной стороны он немного бархатистый, с другой стороны лента, очень красиво подвязывается, платьица короткая, но при этом цвет такой, знаете, благородный. Вообще я люблю зеленый, и вот мне, как блондинки, очень идут всякие изумрудные цвета, то есть такой зеленый, темный, глубокий цвета, очень красивое платье. Следом я вам покажу еще одно платье-пиджак, но оно достаточно коротковатое, такое платье-пиджак, и чем мне оно понравилось, тем, что оно с бахромой внизу. Я сразу представила, не знаю, красные шпильки, например, или, ну не знаю, что-то интересное, мне кажется, очень такое гламурненькое. Посмотрите, как смотрится, как длина, он приталенный, очень красивый. Здесь такой классический воротник, как на пиджаке. Ну, белый пиджак, мне кажется, должен быть у каждой девушки, это как бы неотъемлемая часть гардероба. Базовый гардероб. Кстати, еще на гипюр появилось очень много нижнего белья для девушек, и я, как только увидела тунику, сразу ее заказала. Ее привезли вот в такой отдельной коробочке. Давайте с вами заглянем и откроем. Вау! Смотрите, коробочка розовая. Блин, я так люблю, когда вот так красиво все оформлено. Серые ленточки гипюр, серый, темно-серый, светло-серый. Красота. Давайте откроем. Я еще не открывала, ждала, когда буду снимать видео, чтобы вместе с вами открыть. Я заказала такой, знаете, как туника, она такая черная, длинный рукав. Посмотрим. Смотри. Класс. Так, все красиво. Гипюр. Ю плюс гипюр. Равно любовь. Ты плюс гипюр. Это для меня, да, вы знали. Сердечки, смотрите, тут летают всякие разные. Прям летают, отлетают. Дальше здесь все в пакетике. Давайте дальше откроем пакетик. Такое домашнее красивое сексуальное платье должно быть. Это я для любимого брала. Два. О, там же еще крутые рукава. Смотрите. Вот, крутые рукава. Да, поясочек. Достаем. Короче, это такое платьице коротенькое. Смотрите, как все прошито. Да слушайте. И вот такие полные набитые цветки. Они идут сверху вот здесь вот. И идут на рукавах. Широкие рукава, как я люблю. Вообще. Ну, секси-пекси. Прям одела такая, подвязалась. Мой любимый сойдет с ума. Ну что, с платьями у нас закончено. Теперь мы начнем с блузочек. Одна блузочка, может быть, вы у меня смотрели, было видео уже тренд-тренд. Все в леопарде. Да, леопард сейчас модный, это тренд. И, конечно же, гипюр в тренде. Значит, у них есть такие блузочки. Блузочка хорошего качества. Ткань даже не мнущаяся. То есть, мне пришло все это в пакете упакованное. И ничего не помялось, я даже ее не гладила. Она прекрасно выглядит. Здесь гипюр красивый, черный. То есть, очень дополняет, очень классная. Такой рукавчик немножечко свободный, присборенный здесь. В общем, смотрится очень хорошо. И, мне кажется, очень даже. А не знаете, леопарды есть еще разные, разные расцветки. Есть немного синего добавляют. Есть мелкий леопард, крупный. И, на самом деле, к вашему лицу неожиданно, вот вы меряете леопарда какого-то, он вам не подходит. А вот другого померили, а он прекрасный. Вот смотрите, здесь больше такого белого какого-то, да. И обыгрывается все это. Мне кажется, очень благородно смотрится. Даже если это было бы не в тренде, это было бы очень красиво. Вторая блузочка, это как раз-таки звездная коллекция Шишкова была в этой блузочке. Мне очень понравилась. Она тоже блондинка. Я так посмотрела, как смотрится и тоже себе захотела. Вообще, я люблю такие вещи. Это вечерняя такая блузка. Она очень свободная, такая прям прозрачная вся, под черный лифт. И на ней такие звездочки, которые будут переливаться и блестеть при свете софитов. Или, знаете, вот ночной такой жизни. То есть вы будете воздушная вся такая и переливаться. Здесь мне еще понравился вот этот... Ну, то есть, во-первых, рукав, он широкий такой, да, видите, присборенный здесь. Это я очень люблю. Здесь еще дополняет и увеличивает грудь вот эта воздушная такая вот рюшка, оборка. Она двойная. Сверху, значит, это идет с рисунком у нас и со звездочками. А внизу для пышноты, видимо, идет один слой вот обычного гипбора. Идет под горлышко, вот так вот. И здесь у нас на трех пуговичках все застегивается. Кстати, мне очень нравятся пуговички в гипбор. Они красивые, как жемчужинки. Еще одна блузочка, которую я взяла, это из разряда базовый гардероб. Это вот такая вот бежевая. У меня такая же почти белая есть. У меня есть боди такое черное. Мне очень понравилось, на самом деле. Я прям набрала себе и вот такой цвет. Это такой, знаете, цвет бежевый песочный. Очень красиво блондинкам подходит. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Ну, это то, что под все вам подойдет. Очень приятная ткань. И она прям такая струящаяся, все такая воздушная. Тут тоже вырез такой. Единственное, в отличие от боди, который я брала, там предусмотрена пуговичка такая, чтобы сильно не расходилась. Потому что прям до пояса здесь вырез. Предусмотрено. А здесь не предусмотрено пуговички. Но, в принципе, можно и самим что-либо придумать, да? Либо ходить в разврате. Следующее, что я вам покажу, это костюм. Белый костюм. На удивление. Смотрите. Значит, здесь такой бомбер, можно сказать, с белыми манжетами. Здесь две разные ткани. Ткань, хочу заметить, кстати, на вот этом костюме и на платье с бахромой безумно круто гладится. То есть я своим утюгом паровым просто вот так провожу, и оно все гладится. Это незаменимые вещи. Я не люблю гладить, но если гладится что-то очень легко, я это очень ценю. Значит, здесь просто у нас бомбер на змейке. Ткань, которая хорошо гладится. Здесь другая ткань на рукавах. Это тоже очень хорошо, потому что, ну, во-первых, она еще и серая, не белая. Это значит, будет менее марка. Ну, и вообще очень круто смотрится. Мне вот нравится это сочетание. Также сюда идут брюки. Брюки белые, классические. Сверху, ну, очень прям круто смотрится. И здесь внизу вот такие вот надрезики по бокам на брючках. Может быть, когда я буду показывать, этого не будет видно, но... Очень такие аккуратненькие, симпатичные. В общем, брюки можно сочетать с чем угодно. Они реально классические и очень круто сидят. Ну, и бомбер, мне тоже, кажется, можно сочетать с чем угодно. Вот такой вот низ тоже, кстати. Вот это классно, потому что вот эти вот места все пачкаются быстро. Очень классно, что обыграли вот так. Кстати, все, я беру размер S, и мне все идеально подошло. Ну и что, перейдем к верхней одежде. Девчонки, я купила охренительное пальто. Оно, честно говоря, превзошло все мои ожидания. Красного цвета. На самом деле у меня есть красное пальто, но оно на меня немного маловато. Я его покупала уже лет так 7 назад за 15-20 тысяч в Карен Миллен. Но сейчас, мне кажется, уже таких цен в Карен Миллен нет. Оно действительно очень крутое, классное. И, ну, я его не ношу, потому что оно мне маленькое. И то ли я была маленькая, то ли что, но оно мне маленькое. Вообще его невозможно носить. Но оно очень классное. И, конечно же, красное пальто, оно всегда было круто. Всегда смотрелось, особенно для блондинок. Очень ярко, подчеркивалось. Ну, я думаю, что брюнеток жгучих тоже подчеркивает. Очень круто. И когда я увидела вот это вот дубленка такая, дубленка пальто, честно говоря, на блондинке там оно тоже. Мне очень понравилось. Я прям захотела себе взять. Что хочу здесь отметить? Ничего лишнего, никаких подкладок. Мне это нравится. Сверху идет такое эко-кожа, я думаю, потому что я гипердела, да, эко-кожа. Это надо посмотреть точно еще. Внутри идет вот такая дубленочка. Ну, мягкая, классная, очень приятная. Рукав охренительный для моих длинных рук. Просто я могу еще даже подвернуть, тем самым обыграть пальто. И все равно рукав длинный, да. А если вообще вниз спустить, то круто. В общем, можно носить и так, и так. Карманы. Это тоже всегда важно. Карманы классные. Офигенный вот такой вот яркий пояс. Он тоже немножечко здесь, видите, эко-кожа. А так вот на другую сторону сделан. Это, кстати, дает ему яркость и обыгрывает весь образ. В общем, мне это пальто понравилось. Я не знаю, как оно будет смотреться на видео. Но, честно, оно в зеркале смотрится очень круто. И красный. Все, короче, я буду носить. Сейчас чуть-чуть потеплеет, и я буду в нем гонять. Следующий пиджак, я бы сказала, вот такой вот серый, коротенький. Он тоже очень круто смотрится, подвязывается пояском. Кстати, что на красной дубленке, что здесь, такие вот внутренние кнопочки. Если их защелкиваешь, как бы сверху и не видно здесь никаких, никаких защелок здесь не видно. Ну, в общем, необычное. Мне так понравилось, что да, что оно вот реально как пальто-пиджак, короткий такой. Ну, и вообще, в принципе, у меня вот не было такого. Серый цвет тоже блондинка. Я уже хотела было сказать, все, девочки, я вам все показала. Анны, нет. Я забыла, что я так, на самом деле, из этой посылки я очень-очень сильно ждала эти брюки. Брюки палаца называется. Это брюки, которые держатся на талии, то есть они высокие. И они идут свободные и прям вот такие расклешенные к низу. Идут они со стрелками и очень длинные. В общем, мне понравились. Я взяла черные, классические, с карманами. Идеально сидят, идеальная вообще посадочка. Такие достаточно теплые, то есть, ну, на весну, мне кажется, идеально будет. Но они носятся, конечно же, под каблук. И, может быть, в инстаграме моем, здесь инстаграм оставлю, вы видели мою новую обувь. У меня такая платформа, такой каблук. Я давно не ходила. И вот это в Москву я взяла с собой каблуки. Но я им брала специально под эти брюки. То есть, куда-то навстречу деловую пойти или на какое-то вот сборище, да, в собрание. В общем, я очень довольна, потому что мои ожидания оправдались. Брюки реально классные, качественные. И на мне сидят идеально. Ну вот и теперь все, мои хорошие. Я была рада поделиться с вами своими новыми покупочками. Если вам что-то понравилось, вы хотите посмотреть, обязательно проходите по ссылке под видео. Я на все вещи оставлю ссылки. Смотрите, выбирайте. Вещи реально классные, модные, трендовые. Не устаю говорить гипюр спасибо за то, что вы делаете. И мне кажется, что любая самая привередливая девушка найдет для себя там что-то интересное. Все, мои хорошие. Я вас люблю, целую. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok